Всем привет! Меня зовут Даним Бравев-Изотов, мне 14 лет, я киноактер. Я снимаюсь в кино уже где-то 9 лет, и мне это очень нравится. И за мою фильмографию я заработал большое количество ролей, и из них 20 главных ролей. Для каждой роли я стараюсь готовиться индивидуально и стараюсь каждого своего персонажа сделать уникальным. Я играю в абсолютно разных жанрах, и у меня абсолютно разные персонажи. Я играю драматические персонажи, комедийные персонажи, исторические персонажи. Например, из исторических я сыграл Петра Великого, Петра Первого. Это была очень ответственная и очень сложная роль, и она была очень эмоциональной. Петр Великий, нужно было, во-первых, его правильно показать и продемонстрируть зрителю. Во-вторых, были сцены, где он, получается, был в спокойствии, в радости, и резко все переключалось в страх, ужас, в гнев. И нужно было это все правильно, получается, продемонстрировать. Была сцена, где Петр стоит, ему хорошо, и вдруг вбегает огромное количество стрельцов с копьями, с мечами. Все кричат, убивают всех, кому не лень, можно сказать так. И убийство, кровь, и все это видит маленький Петр, и ему страшно. Это была очень эмоциональная и очень ответственная роль, и, как по мне, я с ней справился. Сейчас в кинотеатрах недавно прошел фильм «Артек. Большое путешествие», где у меня одна из главных ролей. И там я сыграл очень веселого паренька, можно сказать, сыграл самого себя. Вот, и его зовут Елисей. Во-первых, он так же, как и я, очень любит шутить, подшучивать, ну и просто веселый паренек. Вот, и у него отличные друзья. И когда мы снимали, мне было очень хорошо, это одни из моих любимых съемок. И когда они закончились, мне было, честно, ну жаль, что я расстаюсь со своими ребятами, можно сказать так. Сейчас в кинотеатрах идет фильм «Легенда Орленка», где у меня тоже одна из главных ролей. И там я сыграл очень умного персонажа, его зовут Коля, и он шахматист. Он настолько зациклен на себе, на своем успехе, и вообще он хочет быть самым лучшим и самым лучшим шахматистом в мире. И все это, можно сказать, доводит его до безумия в какой-то степени. Но благодаря друзьям, благодаря ситуации, в которую он попал, в финале у него встает выбор. Спасти жизнь девочки, либо жизнь девочки, либо свой успех. И из-за ситуации он все-таки выбрал жизнь девочки, потому что он понял, что жизнь человека намного важнее. И я играю не только положительных героев, я сыграл отрицательного персонажа. Это было очень необычно и интересно. И в начале я как бы такой весь добрый, позитивный, вообще белый ангелочек, который даже мухи не обидит. И нужно было показать зрителю все это так, чтобы он не мог поверить, что в конце этот мальчик оказывается злостным убийцей, который настолько сильно одержим своим успехом. Вот если Коля из Орленка, он как бы одержим, но в итоге он принимает правильные решения, то персонаж из Историка, он настолько одержим, что он, наоборот, не ценит и может лишить кого-то человеческой жизни. И нужно было сыграть это все двуличи и показать его вот такому персонажу. Зритель должен был догадаться только под конец, что с моим персонажем что-то не так. Я очень люблю играть абсолютно разных. Я себе люблю пробовать что-то новое. Если роль сложная, то она для меня намного интереснее. Вообще все роли, в которых я играю, они мне интересны. Я стараюсь их дополнить и разнообразить, чтобы они были еще круче. Я люблю очень работать с режиссерами в команде. И в общем, спасибо за внимание. Я продолжу быть в кино. Мне это очень нравится.